Нам нужно, чтобы весь живот работал. Передняя брюшная стенка целиком, бока целиком, поясница уже перерабатывает. Мочеполовая диафрагма, если вы ходите, она сама тонизируется. Диафрагма верхняя, если вы ходите, вы дышите, она сама тонизируется. Мы работаем в основном с передней брюшной стенкой и с боками. Передней брюшной стенкой считается и низ живота тоже. Если вы низ живота не делаете, то все остальное можете вообще сразу не начинать и вообще не приступать к этому упражнению. Очень частая ситуация. Верхний пресс сильный, средний пресс можно напрячь, нижний пресс не работает. О каком давлении в животе идет речь? Правильно, не о каком. В ответ на резкое растяжение мускулатуры она рефлекторно начинает напрягаться. Ну, не начинает, а прямо резко напрягается. И делает она это быстро. Чем резче идет воздействие, в рамках разумного, тем быстрее она напрягается. Если от ума я командую напрячь живот и там работает связка антагонистов и напрягается обе, то когда я работаю с животом вот так, поясница не успевает напрягаться. Эти как бы нейроны просто не подключаются, а работа чисто местный рефлекс на уровне буквально спинного мозга. Техника значит, берем два пальца и готовимся прям колоть себя ногтями. Тут у меня есть, наверное, не знаю, по миллиметру. То есть, если вы совсем в ноль ногти обрезали, то у вас не получится, потому что подушечкой давить вообще бесполезно. Кончиком пальца давить, только если у вас есть хоть какие-то ногти. Ну, какие-то это, как сказать, ну, в общем, за кромку кожи ногтей выходить не должен, но подходить к ней желательно. Это важно, потому что это дает именно резкость. Если вы вот так вот пытаетесь давить, то у вас ничего не получится. Мы не давим, мы колем. Ну, для энтузиастов сразу скажу, что нам иголки не нужны. То есть, два пальца подходят идеально. С другой стороны то же самое. То есть, берем их чуть-чуть вот так сгибаем. Что нужно? Нужно встать. Ну, положение у стенки будем считать, что все уже освоили, да? Вот лопаточки на место, вот коленки согнули. Ну, все как в базовом комплексе мы разработали, да? И тут получается, что у вас запястье свободно, локоть чуть-чуть, а плечо-то уже все, вы держите. Это хорошо. Вот такими вот движениями мы проходим всю площадь живота. И для начала, конечно, низ живота больновато, поэтому я прохожу по кругу. Вообще, на самом деле, маршрута нет. То есть, вы должны пройти всю площадь в любом... Вот видите, опять голову наклоняю, если стою. Вы должны пройти всю площадь живота абсолютно разным количеством маршрутов и достаточно долго. То есть, чтобы это работало, мы это делаем где-то минут, ну, хотя бы по пять, лучше по десять даже. Вот, если живот не болит, если болит, ну, хотя бы пять минут. То есть, я иду и обрабатываю всю полностью площадь живота. Вот сейчас я больше барабаню. Вот я себя жалею, на самом деле. То есть, втыкать нужно так, чтобы вам было конкретно больно. Не от удара, а именно больше от укола. Почему я говорю, что ногти нужны? Рано или поздно активация чувствительных путей от толчка, то есть, местных чувствительных волокон, плюс от кончиков пальцев, плюс вы все-таки понимаете, по какой части тела вы себя бьете. То есть, рано или поздно все это вместе устраняет блокировку где-нибудь там, где она есть, потому что обычно мы это делаем после того, как уже поправили. То есть, нервы там, в принципе, расклинили. Теперь их нужно активировать и убрать блок в голове. В общем, вы рано или поздно разовьете себе чувствительность, хотите вы этого или нет, если будете делать честно. Рано или поздно мышцы живота отреагируют. Это вообще самый базовый стандартный рефлекс на перерастяжение зажаться. И если вы проходили действительно всю площадь и низ живота тоже, то живот у вас будет подтягиваться. То есть, кому-то хватает, в общем-то, пары дней. Ну, то есть, вечер один делает, все нормально, утром спит, живот так потер с утра, блин, больновато, на следующий день делает и, в принципе, работает у него живот. Все. Как почувствовать, что все получилось? Ну, если вы не слишком большое тут себе наели, то футболка должна натягиваться на груди, то есть, по животу она должна скользить. То есть, он может, конечно, быть туда впавшим, если вы совсем такого, ну, с характерного телосложения, он может все-таки немножко как бы выделяться, как у меня нормастенник, да, но футболка должна натягиваться на груди. На груди натягиваться все хорошо. Второе. У вас уходят боли со спины. То есть, благодаря тому, что давление в животе работает, он поддерживает поясницу, но не скручивая ее, а прогиб есть и поддержка есть. Собственно, наша цель, да. Третье. Вы начинаете замечать, что выносливости стало больше, потому что давление в животе, оно ведь еще и для прокачки крови, то есть, помогает возврату венозной крови к сердцу. Ну, там механизм достаточно интересный, потом как-нибудь расскажу. В общем, вы это чувствуете. Вы либо можете идти дальше, либо вам просто жарко, что кровоток прет. Ну, там много всяких разных проявлений, не буду отнимать опыт. Сочетание с другими упражнениями очень простое. Если вы делаете базовый комплекс, то есть, если вы делаете только пока базовый комплекс, то вы делаете его целиком. Если вы начинаете приступать к животу, то вы сначала сделали базовый комплекс, потом приступили к животу. Если вы с утра, допустим, просыпаетесь, то вы повисели, там чуть-чуть хотя бы походили, просто чтобы сон встряхнуть, ну, там, не знаю, там зубы, там вода, хотел сказать кофе, это в случае водички, и потом делайте живот. То есть, нельзя делать живот на уставшее тело, нельзя делать на сонное тело, нельзя делать во время болей, потому что во время болей тонус мышц неадекватен и что вы тут, собственно говоря, настроить. Вот, а так, то есть базовый комплекс сделали, пожалуйста, делайте живот, все равно походить. Всегда говорю, да. С упражнениями интегрирования, если вы базу уже освоили, сочетается, в общем-то, в любом порядке, но мускулатура должна быть хоть чуть-чуть прогрета. Если вы базу освоили вот и до, то, в принципе, вы повисели, разминочку сделали, пожалуйста, можете заниматься животом, вообще не вопрос. Его можно делать последним в любом порядке упражнений, но, как я сказал, нельзя делать первым. Самое интересное во всей этой практике, давление в животе служит одним из факторов поддержки всех органов. То есть, да, я много говорил там, что про позвоночник, там все это висит на связках, но живот именно, как бы, ну, можно сказать, что запирает все это дело на своих местах. То есть, если идет активация по кишечнику, всякая разная активация в зависимости от его состояния. Если идет активация по мужской, там, женской, по половой системе, а давление в животе на низ живота тоже распространяется. Вот, там, допустим, по желудку, если диафрагма, там, была слабая, там, рефлюкс или еще что-нибудь. Вы просто активируете систему. То есть, были проблемы, проблемы проснуться, потребует решения. Не было проблем, органы попривыкнут, просто активируются, там, перистальтика почетче пойдет, там, всасывание получше, там, ну, про половую систему пока не буду рассказывать. То есть, вы просто, что называется, в курсе, что вы активируете, и пойдет какая-то реакция. Не удивляйтесь.